Наталья Александровна, сегодня у нас с вами беседа пойдет о повторной пьяной езде, о санкциях. Расскажите, пожалуйста, за последние пять месяцев у нас сейчас закон этот действует, правильно? С 1 июля 2015 года. Практически ровно пять месяцев. Давайте подведем итоги текущего года, с каким результатом мы пришли к декабрю. Совершенно верно. Федеральным законом от 30 декабря 2014 года Уголовный кодекс Российской Федерации дополнил 264 статью 1, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом подвергнутым административным наказанием. За 11 месяцев 2015 года дознавателями органов внутренних дел в Рязанской области возбуждено 290 уголовных дел. 158 уголовных дел направлено в суд. Более половины уголовных дел судами рассмотрены мировыми судьями Рязанской области. И назначено наказание, как показывает судебная практика, в виде обязательных работ с лишением прав управления транспортных средств до трех лет. Уголовным кодексом предусмотрены также иные виды наказания. Это штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Или в размере заработной платы от или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет. От 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Вы сказали о штрафах. А вообще, что нужно совершить, чтобы получить максимальное наказание? Дело в том, что суд, учитывая степень тяжести и общественную опасность деяния, назначает наказание подсудимому от степени тяжести. Соответственно, обязательные работы назначались тем подсудимым, которые повторно совершали административные... Повторно совершали, управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но тяжких последствий не привело к этому. Однако, статья Уголовного кодекса предусматривает реальное лишение свободы сроком до 2 лет. В настоящее время в Рязанской области не назначалось наказание. Однако, в России имеется практика судебная, например, в городе Томске, о назначении реального лишения свободы сроком на 8 месяцев подсудимому, который совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, находясь в правле транспортным средством, при этом совершил дорожно-транспортное происшествие. Соответственно, уже суд учитывает степень тяжести и общественную опасность данного деяния. Такое понятие, как повторное правонарушение, оно же подразумевает не только второй раз, но это же и третий, и четвертый. Есть у нас такие индивиды? Совершенно верно. В Рязанской области есть лица, управляющие транспортными средствами, которых не останавливает привлечение к уголовной ответственности, которые повторно садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении них возбуждены повторно уголовные дела, например, в железнодорожном районе города Рязани. И, соответственно, мы надеемся, что судами будет назначено наказание в виде реального лишения свободы данным лицам. Ну, к ним уже применялись штрафные санкции финансовые какие-то? При совершении административного правонарушения первоначального к ним применялись такой вид наказания, как лишение права управления транспортным средством. И, соответственно, в настоящее время первоначальное уголовное дело не рассмотрено судом. И уже суд будет учитывать, данные дела будут сединены в одно производство, и суд будет учитывать то, что данное лицо совершило два преступления. По сути? По сути. Какие-то примеры у нас уже из вашей практики можете рассказать про какого-то конкретного человека? Рязанским мировым судьем Рязанского района 28 октября 2015 года вынесен приговор в отношении 45-летнего мужчины, который управлял мотоциклом на автодороге Рязани-Ряжск, и на 12-м километре автодороги был остановлен сотрудником ГИБДД. В данном случае данный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и ранен был подвергнут административному наказанию. По постановлению Ряжского мирового суда он был лишен права управления сроком на 1 год 7 месяцев и вновь сел за руль и совершил повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело дознавателями Рязанского района, отдела МВД России по Рязанскому району. Дело с обвинительным актом было направлено в суд. Судьей рассмотрено данное уголовное дело и в настоящее время уже данному мужчину назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов и лишение права управления транспортным средством на 3 года. Где нарушите больше, в городе или в области? Наша статистика показывает, что одна треть совершаемых преступлений данного вида, то есть по 264.1 Уголовного кодекса, совершается в городе. Соответственно, две трети преступлений совершаются в районах нашей области. Наталья Александровна, взаимодействие с коллегами из других регионов происходит? То есть по поимке правонарушителей, по каким-то данным? Конечно. При задержании не все оказываются жителями Рязанской области и города Рязани. Соответственно, если, так скажем, в последствии наш подозреваемый является жителем другой области, дознавателями выносятся поручения в тот отдел внутренних дел, который обслуживает территорию, место жительства данного гражданина. И поручения выносятся о сборе характеризующих данных на данного гражданина, о необходимых проведении необходимых следственных действий. Таким образом, у нас осуществляется взаимодействие по уголовным делам. Лишь в алкогольном опьянении, мы опять же говорим, или о наркотическом опьянении в том числе? Вот примечание к статье 204-й прим. 1 Уголовного кодекса говорит о том, что состояние опьянения может быть не только как алкогольное опьянение, но и опьянение наркотическими средствами и психотропными веществами. Соответственно, лица привлекаются не только, которые управляют транспортным средством, в алкогольном опьянении, но и которые при медицинском освидетельствовании установлено, что они употребляли наркотические средства и психотропные вещества. Вы занимаетесь профилактической деятельностью некой? Конечно. Расскажите о ней, пожалуйста. Конечно. Значит, отдел организации дознания взаимодействует с другими, с управлением ГИБДД УМВД Рязанской области совместные профилактические мероприятия проводятся. Соответственно, дознаватели в целях профилактики выносят представление в период расследования уголовного дела, выносят представление в различные организации и на должностных лиц об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления. Ну, в общем, взаимодействуете, ведете общую работу, ведете общую статистику и пытаетесь предотвратить. Совершенно верно. Дознавателями выносятся представления, вот о чем я говорила. Ну, в общем, работа непростая. К Новому году, я так думаю, у вас ее сейчас прибавится. Практика показывает, что число уголовных дел возрастает. Мы постоянно, к ежемесячному возбуждаем уголовные дела по данной статье. Скажите, пожалуйста, к Новому году, как правило, все-таки больше правонарушений? Совершенно верно. К Новому году, так как... К большим праздникам вообще. После определенных мероприятий лица, употребляющие алкоголь, садятся за руль и совершают административные правонарушения. Не воздерживаются, в общем-то. Не воздерживаются, да. Хочется им прям покататься. И повторно, да. И не повторно, и первично. А первичных выявлений у нас все-таки больше, нежели повторных? Да. К сожалению, совершенно верно, что у нас очень много и первичных выявлений административных правонарушений. И число данных нарушений пока не уменьшается. Наталья Александровна, спасибо большое вам, что пришли к нам в гости. В преддверии вот таких больших праздников, наверное, необходимо лишний раз напомнить автомобилистам, что им стоит быть особо внимательными и ответственными, и понимать всю серьезность, взятую на себя. Опять же, ответственность. Извините за повтор. Спасибо большое телезрителям, что были с нами сегодня. Увидимся с вами совсем скоро. Это была программа «Городские встречи». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова